Итоги переговоров в рамках сделки ОПЕК+, не увенчали с успехом. Объединенные Арабские Эмираты вдруг выразили несогласие, отказавшись от продления договоренности до конца года. Планировалось, что страны договорятся увеличить добычу с августа на 400 баррелей в сутки. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, добрый день. Приветствую, Эльвира. Ход заседания ОПЕК+, обычно не транслируют, стороны оглашают итоги переговоров после их окончания. В этот раз неизвестно, что именно произошло за закрытыми дверями, но Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу существование всей сделки в целом. Страна отказалась продлевать договоренности о сокращении нефтедобычи до конца года и потребовала увеличить разрешенный ей объем. Планировалось, что страны, участницы сделки ОПЕК+, договорятся об увеличении добычи, начиная с августа и до конца декабря, лишь на 2 миллиона баррелей в сутки. Но для Арабских Эмиратов это крайне невыгодно. К концу прошлого года страна уже добывала на 18% меньше, чем может. На фоне раскола Сауди, Арамка увеличила стоимость всей линейки своих сортов для клиентов на всех рынках. В Азии саудовскую нефть в августе будут отгружать по рекордным с 2018 года ценам. Туда саудиты экспортируют порядка 60% добываемых баррелей. Однако, эксперты, опрошенные Bloomberg, допускают небольшую вероятность того, что сделка в итоге развалится. По словам аналитика ЮБи Песуэйна Бордена, судя по комментариям, поступающим от ключевых членов картеля, они, скорее всего, достигнут соглашения. Эльвира Благодарю, Айсанж.